здравствуйте дорогие друзья с вами художник преподаватель алексей горняков сегодня как и обещал вам покажу один день марафона то что не у каждого есть площадка инстаграм кто меня не знает я художник практикующий художник и также теоретик практик по изобразительному искусству алексей горняков много лет занимаюсь изобразительным искусством но больше учу своих учеников сегодня мы поговорим на тему пропорции как я уже говорил что у нас будут что у нас будут изобразительное искусство и ораторское искусство потому что у меня эти две темы очень очень дороги изобразительное искусство как рыба в воде и сегодня мы рассмотрим такую тему как пропорции ли чего пропорции ли чего нужны пропорции и вообще очень хорошо когда мы задаем все вопросы и стараемся на них отвечать вообще очень хорошо когда еще происходит диалог между учителем и учеником значит сегодня тема пропорции как как вообще найти правильные пропорции как ну что нужно делать чтобы нарисовать и как лучше рисовать то есть мы задаем вопросы и стараемся на них отвечать и и начну я все таки с того что пропорции каждого предмета как своя форма да как 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 свою форму имеет вот мы берем например вазочку да мы на вазочку смотрим чтобы именно эта вазочка была похожа именно на эту вазочка то есть у нее индивидуальные пропорции и сюда мне очень очень хочется и отнести еще как мотивация не зря говорят когда мы например на воду будем говорить ты хорошая у тебя ну то есть очень очень хорошие слова на воду и вода действительно по своей структуре станет лучше точно так же не если мы будем говорить на воду только уже с обратным смыслом ты плохая у тебя ничего не получится там то есть как бы то есть везде нужно настроиться то есть все имеет свою структуру то есть и сейчас мы говорим именно о пропорциях пропорции это соотношение одной части в другой части то есть это измерение да то есть если мы возьмем крайние точки и посмотрим то есть фактически это получается как квадрат да то есть мы видим что рисуется на на наша вазочка прежде чем рисовать мы должны все хорошенько рассмотреть со всех сторон очень я предлагаю своим ученикам посмотреть вид сверху для чего это это для того чтоб хорошо проанализировать анализировать какая форма какая часть к нам ближе если мы посмотрим на вазочку сверху то есть мы будем вот так на нее смотреть да на вазочку мы увидим что вот эта часть будет ближе к нам и уже после этого когда мы проанализируем то есть мы идем от простого к сложному во первых кому это нужно посмотреть первую очередь для тех кто собирается поступать кто любит рисовать то есть могут почерпнуть полезности значит обязательно в каком предмете есть ось ось симметрии или просто ось например как создавалась наша вазочка она создавалась на гончарном круге то есть она вращалась вокруг оси то есть вот наша ось она будет посередине не ось значит мы что сейчас делаем вообще очень хорошо когда мы рисуем мы стараемся расположить вот у нас идет геометрический центр в оптическом чуть чуть выше но сейчас я такую задачу не ставлю мне просто вам нужно показать как из чего она состоит анализируем с каких тел вращения состоит наша вазочка а наша вазочка состоит из тел вращения смотрим видим да то есть напоминает конус то есть конус перевернуты и если мы будем смотреть да я буду быстро вам показывать вот например конус вот конус идет ну следовательно мы анализируем дорогие друзья мы анализируем с вами где линия горизонта линия горизонта всегда у нас проходит на уровне глаз всегда на уровне глаз то есть не неудобно рисовать потому что я вам показываю для вам сейчас просто принципе объясню значит конус есть конус какой конус усеченный почему усеченный конус потому что его обрезали то есть мы видим да вот например конус идет конус вот его оська обратите внимание когда вы рисуете всегда стараемся одинаковое расстояние от края листа бумаги для чего это одинаковое расстояние чтоб ваша ось не падала то есть если мы не одинаково проведем то есть наша ось может упасть и тогда предмет будет не совсем ровны то есть вот рисуем конус одинаковое расстояние здесь здесь вот вот это например у нас конус идет да вот конус потом анализируем какая форма что напоминает что напоминает цилиндр значит мы сразу рисуем цилиндр да то есть анализируем просто форму цилиндр тоже одинаковое расстояние цилиндр обязательно обращаем внимание где наша линия горизонта но сейчас не об этом потому что у меня это линия горизонта получается вот здесь находится то есть на уровне глаз рисующих цилиндр то есть анализируем из какой формы состоит анализ идет формы также есть вертикали вертикали мы проверяем то есть куда про пробивает да то есть если мы посмотрим вот эту точечку куда она пробьет то есть мы можем проанализировать что вот значит цилиндр и тоже конус идет на только конус очень большой вот например уже конус идет усеченный но очень большой вот он а вообще очень хорошо начинать от наброска и когда мы анализируем то есть все это мы все анализируем и когда мы начинаем строить мы начинаем строить от наброска то есть у нас есть позитивная форма и негативная форма позитивная форма это сам предмет а негативно то что окружает предмет мы можем наметить например быстро взглядом смотрим и намечаем предмет а потом уже все выстраиваем то есть когда мы проанализировали форму мы выстраиваем вообще очень хорошо когда предмет в полтора раза дальше от нас то есть или в два раза обратите внимание я держу карандаш и дальше от острия вам более было понятно для чего я это делаю у меня очень мягкий карандаш карандаш 8b это очень мягкий карандаш специально для вас чтобы вы видели анализируем форму а потом рисуем обратите внимание что я стараюсь в оптический центр то есть я могу этот квадрат переносить то есть я могу сюда ниже этого перевести тут но лучше в оптическом центре чтобы он был закомпонован то есть в оптическом центре был размещен следовательно как я только нахожу уже примерно какая форма мы когда рисуем у стараемся все насквозь прорисовывать и потом уже овалы выстраиваться все это если мы померяем мы говорили что у нас получается квадрат если мы возьмем вот это расстояние это будто будет квадрат то есть чтобы это было похоже на эту вазу мы точно так же это делаем чтобы у нас получил чтобы это было ваза похоже можем взять по мере сколько эта часть смещается вот сюда например ну мне сейчас неудобно вообще сегодня мы рассмотрим еще визирование визирование это когда мы берем только у натуры вот так измеряем вот эту часть по отношению к то есть визирование это соотношение одной части к другой части и тогда у вас будут более верны пропорции и то что я обращал ваше внимание вот наши вот усеченные конусы ось ось строго параллельно то есть она идет строго параллельно листу бумаги вы знаете что если бы я например рисовал не на камеру но было бы намного лучше я это просто это знаю обращаю внимание помните вам говорил про вертикали если я вот отвесик так делаю и смотрю и там же проверяю если они на одном уровне значит это хорошо но сейчас меня интересует ось выставить чтобы ось было четко все замечательно стиль и выставляю ось для этого я могу использовать еще и вис я просто такой длинный карандаша нету я использую лист это уже сразу мои дорогие у вас будет вазочка более четко стоять смотрите она будет ровненько ровненько никуда не будут сдвигаться вот вот линия значит у нас такое правило если мы нарисовали линию неправильно мы стараемся убрать то что мы нарисовали сначала исправить а потом убрать то ли не ту линию которая неправильная то есть мы ее стараемся убирать вот видите я нарисовал правильную линию то я вижу что она правильно сейчас вот эту линию уже убираю то есть закон такой сначала если ты нарисовал неправильную нарисуешь правильно неправильно не убирать докуда не нарисуешь правильную затем убираешь следовательно идет вот здесь овал ну и следовательно все вот эти вот должны на одинаковом расстоянии быть но здесь еще учитывается перспектива перспектива в другом видео будет то есть мы учитываем перспективу то есть вот эти овалы они будут больше раскрыты если мы их начнем считать смотрите раз-два-три-четыре-пять пять раз вмещать вот вы представляете что это окружности идут а здесь посмотрите сколько раз вмещается раз-два-два с половиной то есть вот так мы задаем себе вопросы спрашиваем что ближе что дальше насколько и когда мы это нарисуем и сразу видим с вами дорогие друзья мы с вами видим что что мы с вами видим что у нас есть плоскости есть плоскости приходящие уходящие значит плоскость приходящая которая ближе к нам и ближе к свету то есть вот эта плоскость приходящая это уходящие то есть уходящие плоскости всегда темнее сегодня я вам делюсь полезностями дорогие друзья можете эти полезности эти полезные совершенно бесплатно очень полезно особенно тем людям которые собираются поступать это очень полезная информация значит ваша задача в первую очередь закомпоновать то есть хорошо разместить на листе бумаги затем проанализировать форму предметов тех которые будут рисовать на экзамене или то что вы хотите нарисовать обязательно должен быть анализ представить вид смотреть как вид сверху что ближе что дальше прочувствовать эту форму и стараться найти именно найти пропорции значит визирование в чем заключается мы когда измеряем мы на вытянутую руку на вытянутую руку измеряем например какой-то размер то есть представляем что перед нами стена но это уже тогда когда вы что-то наметили то есть или вы хотите измерить и посмотреть а потом уже когда вы это все наметили вы можете проверять то есть у вас здесь должно получиться точно так же как мы там рисуем и тогда будут очень хорошие результаты будут похоже обязательно учитываем линию горизонта линия горизонта всегда находится на уровне глаз следовательно если линия горизонта получается овал находится здесь представьте вот я вам сейчас покажу обращаю ваше внимание дорогие друзья видим овал да видите как хорошо раскрыт он подымаюсь к линии горизонта видите в линию превращается там где мои глаза находятся и превращается в линию то есть вот это вот превращается в линию это так когда мы соблюдаем тогда у нас получается еще лучше точно так же например вот смотрите мне просто неудобно так держать чтоб вам показывать да вот смотрите проанализируем какой лимон по отношении к вазочки то то есть мы возьмем лимон и посмотрим какая величина лимона то есть мы возьмем прямо и померяем его посмотрим какой размер и точно так же мы измеряем все это на вытянутую руку значит вот лимон где-то вот такой будет лимон очень большой значит я этот лимон вот эту вот величину могу здесь отложить вот она и стараемся нарисовать такой же лимон очень полезно делать упражнения посмотрели на предметы запомнили нарисовали то есть по памяти а потом уже то есть это ваше идет первое впечатление тоже имеет ось обратите внимание стараюсь линии сразу рисовать да можно ее так вот воздухе быстренько провести тогда линия быстрее у вас получается то есть вы как бы ищите линию многие рисуют вот так линию но это не совсем хорошо то есть сразу линию нашли если какая-то линия того что-то не получилось подкорректировали исправили ось у лимона например вот овалы тоже будут то есть академический рисунок мы видим все насквозь овалы все выстраиваться сейчас этим заниматься не буду то есть они получается перпендикулярно оси выстраиваются овалы то есть вот эта часть нам ближе например да если она ближе значит она будет больше чем вот эта часть хотя бы на чуть-чуть следовательно и здесь тоже будет овал то есть все как бы так вот насквозь тоже учитывается потом как вот здесь будут это вот все эти вот а потом мы анализируем как освещение у предметов вот дорогие друзья сегодня я решил с вами поделиться полезностями если у вас есть желание если вы хотите например со мной заниматься обращайтесь занимаюсь онлайн и оффлайн и следовательно потом мы уже то что ближе к нам мы можем поярче линия куда она уже правильно найдена эта линия на лу а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Меня очень интересует эта тема ораторского искусства Занимаюсь самообразованием То есть я, конечно, не оратор Я больше практик, художник, преподаватель Это мое А ораторское искусство мне очень нравится И я тоже хочу с вами делиться кое-какими вещами Чтобы хорошая речь была, нужно сначала подумать, а затем сказать. И если мы будем делать это так, у нас будут паузы. А паузы это очень хорошо. В ГИТОСе везде используют паузы. То есть, хочешь ты что-то сказать, на точке остановился, точка у нас идет понижение. То есть, если мы будем смотреть, на запятых мы повышаемся, а на точке тон понижается. То есть, мы как бы заканчиваем. Делаем паузы, носиком делаем вдох и говорим дальше. Так, вам хоть видно то, что я рисовал? Давайте-ка я вам хоть немножечко покажу. Вот. Значит, подведем итог, дорогие друзья. Значит, что мы делали? Сначала мы взяли форму, проанализировали. То есть, мы сделали анализ. Конкретный анализ проанализировали, из каких тел вращения состоялось. Стоит наша ваза. Значит, мы посмотрели, что здесь у нас конус. Конус усеченный. Усеченный, потому что, если мы посмотрим, видите, он как бы обсекается. Вот он, усеченный. Вот он. Он обсекается. Усеченный. Цилиндр. Цилиндр сквозь вазу проходит. Вот он, цилиндр. В академическом рисунке мы все видим насквозь. Обращаю ваше внимание. В первую очередь нужно что? Одинаковое расстояние. Чтобы провести ось, мы делаем одинаковое расстояние везде. Тогда наша ось будет строго параллельно листу бумаги. А что касается насчет водички, это действительно ученые выявили, что если сравнивали молекулы воды, если, например, на водичку говорить хорошо, хорошие слова. Я тебя люблю. У тебя все, у тебя будет все хорошо. Ты хорошая вода. И все-все-все очень хорошие слова. У тебя все получится. Точно так же и у наших, наши дети. Если мы будем им такое говорить, они будут точно так же расти. То есть нужно, я стараюсь тоже учеников, чтобы была золотая середина. Потому что нельзя только хаять ученика. Нужно обязательно, если ты сделал какое-то замечание, сказать, а вот ты здесь молодец, ты вот здесь вот тут хорошо сделал. И тогда будет желание у ученика. Значит, поговорили о пропорциях. Пропорциях, значит, пропорциях, это соотношение одной части ко всему целому. То есть мы сравниваем одну часть по отношению к другой части. Дорогие друзья, если вы хотите марафон, вы можете приходить ко мне на инстаграм. В инстаграме. Как меня можно найти? Собака, горняков, нижнее подчеркивание, арт. Этой информацией я поделился, поделился с вами. Может, кому-то она понадобится. Вы можете поделиться ею, чтобы с другими людьми. Потому что действительно очень полезная информация. Многие вещи рассказал, которые необходимы, которые, когда ребенок поступает, чтобы он проанализировал. И, конечно, практика. То есть практика, практика, практика. Посмотрите мой метод. Молодец. Великолепный. Его тоже можно использовать. И у вас все получится. Вот, дорогие друзья, обязательно должна быть толщина. Сейчас мне немножко сложновато рисовать в том плане, что камера... То есть, если я сяду, я вот тут еще лучше сделаю. Вот, дорогие друзья. Значит, также мы говорили об ораторском искусстве. Об ораторском искусстве говорили о том, что в первую очередь нужно брать дыхание носом. И многие говорят, что это правильно. То есть, я проанализировал многие источники. Носом дыхание всегда желательно брать. Тогда у вас не будет проблем с горлом, потому что, особенно зимой, попадает холодный воздух. И у нас начинаются проблемы с горлом. То есть, берем дыхание носиком и стараемся говорить. Говорить, делая паузы. А паузы вы будете делать тогда, когда вы будете думать, о чем вы говорите. Продумали фразу, сделали паузу, набрали дыхание. Добор тоже можно носиком. Ну, бесшумным. Можно, конечно, так, да, взяли, живот надулся. И потом я говорю, у меня живот, и у меня как на опоре воздух. Вот, дорогие друзья, подведу я итог сказанному. Значит, если у вас есть желание, приходите на марафон. Совершенно он бесплатен. Проходит у меня на площадке Инстаграм. Приходите, дорогие друзья. Я, как обещал, а с вами художник, преподаватель Алексей Горняков. Многие ученики поступают туда, куда хотят. И учатся довольно-таки с желанием. Ну, что, дорогие друзья, провел прямой эсир одного дня марафона. Надо мне уже скоро переходить на площадку Инстаграм. Буду сейчас вещать в Инстаграме. Если у вас есть, если вам хочется, можете ставить лайки, делиться. Если вы поделитесь, я буду очень благодарен. А я хочу поблагодарить вас за то, что вы пришли, послушали информацию. Или те, кто будет слушать информацию, впитывать материал. Пожелать вам всего самого наилучшего. Чтоб почаще вы детям говорили хорошие слова, как на хорошую воду. Чтоб все было всегда. Желаю вам всего самого наилучшего. С вами был художник-преподаватель Алексей Горняков. До новых встреч, друзья. Прямых эсирах. 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 Продолжение следует...